Ребят, в общем, объясняю ситуацию с принтером своими простыми словами. Значит, ситуация следующая. Я вообще уже запутался, потому что изначально ролик я снимал про принтер, про то, какие здесь можно чипованные картриджи установить с обнулением, соответственно, как их заправить. Но, как-то, знаете, сначала не разобрался и начал делать все, думая, что я гений просто и делаю сразу же все правильно, но оказалось нет. Во-первых, я их заправлял неправильно, завоздушил. Во-вторых, у меня здесь в принтере была ошибка. Я изначально не мог понять, в чем она заключается. В общем, как по моему изначальному мнению, как мне казалось, что просто-напросто не читался вот этот большой картридж. Почему я так подумал? Потому что здесь написано XL. XL. Логика моя здесь сказала мне, что XL это большой картридж. Хотя здесь маркировка PBK. Короче, хрень полная. Я даже не знаю, в какое место переставить эту часть ролика, потому что не хочется как бы дураком показаться. Хотя, по сути, получается, что как бы на моем собственном таком глупом опыте я вам расскажу от А до Я. Я тут несколько часов возился, ковырялся, психовал даже. Ну, я порешал все проблемы. И с ошибкой, когда не читается картридж. И в то же время с тем, как правильно их заправлять, собственно. И вообще, как этой машиной пользоваться. Машина, кстати, неплохая. Epson XP600. Принтер цветной, струйный, очень старый. Но замечательная штука. Печатает хорошо, особенно если краски подобрать, правильно его заправлять. Оригинальные картриджи стоят столько, сколько вообще стоить. Ничего не должно, я считаю, особенно такое. Но есть вот такие вот замечательные картриджи с чипом обнуления. Вы просто их достаете, когда закончились чипы. Там, по-моему, 200 страниц или 300 на один картридж. Чип отчитал 300 страниц, грубо говоря, условно возьмем. И вам принтер дает, что закончился картридж. Вы его никак не можете обнулить, пока не купите новые. Но, к счастью, есть умельцы, которые сделали вот такую вот штуку. Итак, начнем по порядку. Значит, как я их начал заправлять. Значит, они мне пришли, их распаковал. Распаковываю чуху, сейчас покажу. Вот, и затем я решил их заправить. Заправку я начал с того, что просто здесь отверстия не были закрыты. И я начал сразу наливать туда краску. Это была ошибка сразу же. Потому что изначально, когда я начал заливать краску, сразу завоздушил картриджи. Нужно было вот такими вот затычками силиконовыми закрыть, или, как сказать, заткнуть вот эти вот отверстия, чтобы воздух не поступал туда. Затем вот в эти отверстия, где сейчас у меня установлены вот эти вот разноцветные заглушки, нужно было наливать краску. Лишь затем, после того, как мы залили сюда краску, закрываем вот этот вот клапан разноцветный и вытаскиваем вот эти вот штучки. При этом всем, не снимая вот эту вот крышку. Сейчас они у меня установлены вот как раз на вот этих оригинальных дорогущих картриджах. О них у меня вообще слов нет. Они там больше десятки стоят оригинальные на 300 страниц. Ну, Epson, не знаю, там вообще что ли с ума сошли. Ну ладно, не суть. Вот только лишь затем снимаем крышку. У нас получается, что это отверстие заткнуто. Эти мы освободили, крышку сняли и вставляем сюда картриджи. А не так, как я изначально это начал делать. Еще раз, берем картриджи новые, заглушечки силиконовые вставляем, которые у нас лежали, блин, отдельно, лучше бы они сразу здесь были. Вставляем. Здесь отверстие у нас тоже открытое. Заливаем сюда краску, вставляем эту заглушечку, вытаскиваем эти, снимаем эту хрень и вставляем картриджи на место. Это XP600. Кстати, все подобные картриджи на Epson заправляются примерно так же. Итак, ребят, суть проблемы номер два. Вставил эти злополучные картриджи с обнуляемыми чипами. Все бы ничего, но закрываем крышку. Опачки, смотрим, что получается. Так, далее нажать. О, ошибка. Ошибка вот такого характера. Замечательно. Открываем крышку. Я здесь что только не делал. Что, кстати, могу посоветовать и вам сделать, но изначально, изначально сделать и так, как я сейчас покажу. Потому что я промахался часов пять в поисках проблемы. И какая же здесь суть? Я просто вот так понажимал на картриджи. Если даже вы не видите, что за ошибка, я почему-то думал, что это XL-овский, вот этот большой. Но нет, здесь ошибка написана PBK. Смотрим, PBK написано здесь. Я почему на это думал? Потому что дурак, наверное. Ну ладно, не важно. Смотрим здесь дальше, что написано. 26, 26 XL. И этот, и этот картридж называются одинаково. И этот 26 XL, и этот 26 XL. Иногда на них написано 26 здесь и 26 здесь. Но вот эта маркировка, я не знаю, в глаза я либо долбился, но маркировка вот эта говорит о том, что картриджи на самом деле не читается маленький, а не этот, который я думал. Ладно, давайте на него нажмем и посмотрим, что будет. Просто понажимаем. Нажимаем для того, чтобы понять, контактируют ли контакты на чипе с нашими контактами на принтере. Смотрите внимательно. Сейчас сфокусирую камеру, извините. Нажимаем на черный, на маленький. Опа! А он загорается, оказывается. Опа! Если бы изначально знал, что здесь, во время открытой крышки, во время замены картриджей, когда сюда подъезжает каретка для замены картриджа, можно просто нажимать и видеть, контакт есть или нет, я бы просто не знаю, что сделал. Я сразу бы так сделал, но я потратил до этого 5 часов. Извините за такую сумбурную речь, за такой сумбурный рассказ. Надеюсь, что вы меня поймете. Ну, действительно, я сильно намучился и как-то сейчас что-то там ставить свою речь, правильно все рассказывать красиво, не вижу смысла. Лучше эмоционально, чтобы вы видели мои ошибки и тоже их не делали. Если вдруг вот эти вот нажатия вам не помогают и вы не находите проблему, то что я еще делал? Я брал ластик, все контакты пробегался ластиком. Затирал на самих картриджах вот эти контакты. Чистил ластиком. Также с помощью спирта и ватной палочки протирал контакты те, что внутри. Сейчас покажу. Вот эти вот маленькие внутри, да. Я их тоже протирал. Далее отверточкой пробовал. Все ли они стоят в один ряд, нигде ли нет сломанных аккуратненько. На выключенном, соответственно. Потом их тыркал, перетыркал, пытался менять положение, смотрел на люфты, потому что здесь на чипах есть люфты. И я их пытался шевелить немножечко, то есть, чтобы поменять положение. И вставлял. Но ничего мне не помогало, ребята, пока вот я не решил нажать на этот картридж и не увидел, что здесь оказывается контакт отображается, ошибки. Пожалуйста. Сейчас придумаю, как его немножечко поднажать. Может, там бумажку под чип подсунул. Короче, ребят, тут такая вот история с этим принтером. Извините за то, что я так все прямолинейно и своими словами рассказываю, но зато доходчиво, эмоционально. Я думаю, что многие поймут. Так, ребята, уважаемый, бумажку под чип засунул, все сконтактировало. Идет прокачка чернил в картриджах. То есть, ошибки больше нет. Сейчас принтер включится, будем дальше умучить. Итак, уважаемые граждане, с пустыми страницами тоже вопрос решил. Тут есть, конечно, полоски такие неприятные, но принтер теперь работает, елки-палки. Изначально были пустые страницы, в чем была причина, потому что я кто? Правильно, я человек хороший, но где-то опрометчивый. Это вот эти вот заглушки. Я оставил в картриджах внутри, в принтере, и, соответственно, воздух не проходил и не позволял краске поступать на печатающую головку. А я там уже и в интернете все перерыл. И думал, что на головке краски засохли. И чистил ее здесь с помощью функционала принтера. И думал, что уже придется разбирать и прочищать. И что я только не думал. Нет, просто нужно было правильно заправить картриджи, правильно их установить, разобраться с ошибкой, при которой у меня они не устанавливались, и все. Так, давайте попробуем с цветом что-нибудь здесь сделать. Цветной. Цветной. Ну вот, просто печать с компа черно-белой. Просто идеально вообще. То есть документы печатать без проблем. С цветной печатью, правда, есть проблемы. Скан вот тоже делает. Чистенько, аккуратненько. Вообще супер. Так, ребят, заходим в настройки. Здесь есть проверка сопла, нажимаем. Так, печать. Здесь мы можем видеть цвета. Так, черный. Синий как-то, конечно, плоховато. Желтый вообще не видно. Вот с желтым точно проблемы. Ребят, после этой калибровки сопла здесь сразу же есть предложение вам выполнить очистку печатной головки. То есть, если вы ее нажмете, печатная головка почистится механически изнутри, то есть с помощью программы. И затем нужно ему немножечко постоять. Обычно рекомендуют где-то в течение часа. А после этого можно заново пробовать. Так, ребят, в этом же меню есть калибровка. Вот она. Вам распечатается лист. И здесь нужно выбрать квадратики с наименьшими количествами полосами. А потом здесь ввести число. То есть, номер один. Смотрим. Первый, второй, третий. Видите, квадратики с полосами. Здесь седьмой самый хороший у меня. Выбираем здесь седьмой. Выбрали седьмой. Окей. Потом номер два. И так далее. В общем, пробегаемся здесь по всем квадратикам. И так мы попытаемся устранить полосы. Так, ребят, если ничего не помогло, также остаются полосы. Давайте попробуем сделать очистку и головку. Итак, запускаем очистку. И через час снова пробуем печатать цветные изображения. Не знаю, говорил я или нет, но принтер стоял около четырех лет. Может, даже больше. Просто без дела. Вот. Поэтому очистка печатающей головки просто необходимая вещь. При таком простое. Так, ребят, промежуточный результат после очистки головки. Вот предыдущий результат. Вот после очистки. Желтый у нас появился полностью. Не нравится мне теперь синий. Что-то, ну, какой-то корявый. Так, ребят, ну, давайте еще немножко подскажу. Даже если у вас идеальный дюз-тест, то есть здесь все квадратики идеальные, цветную картинку с компа вы печатаете, все равно получаются вот такие вот полосы непонятные. Есть решение. Так, смотрите, я зашел в принтеры. Значит, как обычно, настройка печати у нас открылась. Открылась. Здесь смотрим, что у нас стоит. Здесь у нас стоит текст. В случае этого могут появляться полосы у вас, независимо от принтера, только из-за настройки. Выбираем наилучшее фото, например. Здесь выбираем бумагу, какая в зависимости у вас. Если матовая, у меня в моем случае матовая, значит, выбираем матовую. Epson Mate. Если глянцевая, значит, Gleus. Ребят, но если у вас полосы появляются при сканировании, допустим, вы сюда положили фотографию, сканируете на А4, и у вас выходит фотография с полосами. Дело в том, что фотография получает с низкого разрешения, выходит она на А4. Низкое разрешение 300 QIP. Проще всего выход в этой ситуации отсканировать сначала фотку с более высоким качеством, а затем просто выпустить ее на печать. То есть здесь нужно выбрать больше 600 QIP. По поводу небольшого обзора на принтер. Значит, что здесь вообще можно сказать? Значит, вот лоток для бумаги А4 имеется. Лоток для печати фоток имеется. Размеры подгоняются. Все в порядке. Есть такая здесь фишечка интересная, как печать на CD-DVD дисках. Вставляете сюда диск, вставляется в лоток, выбираете изображение на компьютере, печатаете на диске CD-RV или DVD-RV. Да без разницы, на любом диске. Есть подключение по Wi-Fi, то есть можно подключиться к Wi-Fi и печатать прямо с помощью сети. Есть разъем под USB-флешку, есть разъем под CD-MC-флешку. Вот такая вот штуковина. Так, ребят, на этом все. Насчет принтера я вам рассказал все, что мог. Все проблемы. Если у вас все-таки полосы присутствуют, невзирая на то, что вы там много раз чистили головку программным способом, несмотря на то, что все испробовали, то, что я сказал, все правильно заправили, все правильно сделали, то вариант здесь, конечно, только один. Это физическое вмешательство, физическая очистка головки специальным методом со специальным средством. Здесь уже, конечно, нужен опыт. Так что, в целом, если будет желание, конечно же, или возможности, можно почистить головку физическим методом. Ну, а на этом все. Всего вам хорошего. Чините свои принтеры, пользуйтесь.